Девушки отдыхают И на пенсии ветеранам вооруженных сил страны Начальная цена сделки не оглашается Яхта Ангпангула была построена в Японии в 1958 году И получена правительством Филиппин в качестве возмещения ущерба за Вторую мировую войну Название судна означает на филиппинском языке президент Яхта длиной 77 метров и водоизмещением 2200 тонн Способна развивать максимальную скорость 18 узлов, то есть 33 км в час Вместимость 44 пассажира при команде 81 человек Сладочной площадкой для вертолета В разное время на яхте гостили такие знаменитости Как танцоры балета Рудольф Нуреев и Марго Фонтейн Пианист Ван Клиберн и киноактриса Брук Шилдс Цитата В 1986 году яхта уже выставлялась на Таргит с начальной ценой в 5,5 миллионов долларов Однако покупателя не нашла, говорится в статье 71-летний политик Родриго Дутерте вступит в должность президента 30 июня Латвия самая бедная страна в Балтии Такую оценку государству дала статистическая служба Европейского союза Евростат Передает латвийский новостной портал Делфи Треть населения страны, а это 644 тысячи человек, оказалось на пороге нищеты Всего в Латвии живет около миллиона 962 тысяч человек Среди попавших в категорию с критически низкими доходами 26% горожан и 38% жителей сел Худшие показатели благосостояния населения в Европе Только у Румынии, Греции и Венгрии, показывает статистика В соседних странах Прибалтики уровень благополучия граждан оказался заметно выше Цитатом По методике Евростат в группу риска нищеты определяются лица, живущие в семье, располагающей доходом ниже порога бедности Который устанавливается в размере 60% от среднего национального дохода после учета всех социальных трансфертов Говорится в статье Доход семьи рассчитывается путем деления общего дохода домашнего хозяйства на количество членов семьи Отмечает ресурс Мобильные телефоны и риски онкозаболеваний Более 10 лет назад власти США дали старт исследованию, которое было призвано разобраться Влияют ли мобильные телефоны на состояние здоровья, пишет Wall Street Journal И вот на прошлой неделе были опубликованы первые выводы, сообщает журналист Райан Кнутсон Ученые сочли их настолько важными, что поспешили обнародовать результаты еще до завершения исследования в целом, пишет он Цитата В некоторых случаях крысы, подвергшиеся воздействию радиоволн, жили дольше, чем крысы из контрольной группы, которых вообще не облучали, отмечает издание По словам члена Национального института здоровья, все говорит о том, что результаты исследования это следствие ошибочной интерпретации данных Газета также добавляет, предыдущие исследования не обнаружили никаких свидетельств того, что использование мобильного телефона повышает заболеваемость раком Сибирская мода и красавицы из Хакасии Обилие меха, яркие краски, длинные одежды Девушки в сказочных платьях позируют на фоне нетронутого пейзажа Как раз накануне праздника Тун Пайрам в музее-заповеднике неподалеку от Абакана прошел показ хакасских национальных костюмов О подготовке к празднику и необычной моде рассказали СМИ во всем мире В том числе немецкая газета Der Spiegel Еще бы, не так часто открывается дверь в этот далекий и неизведанный край В честь праздника Тун Пайрам, что можно перевести как праздник первого молока Неподалеку от Абакана прошла фотосессия, в которой приняли участие местные модели Меховые шапки и пестрые шубы допят, классика национальной моды Одна из девушек даже продемонстрировала традиционное хакасское свадебное платье Женщины не бесцельно прогуливались на фоне пейзажа Они выступали на территории музея-заповедника в маленькой деревне Казановки Одна из основных задач музея — сохранение исторического ландшафта Эту местность окружает идиллический горный пейзаж Туристы приезжают в этот край в первую очередь из-за нетронутой девственной природы В начале 90-х годов Хакасия стала автономной республикой в составе России Ко многовековым традициям хакасов относятся танцевальное искусство, кукольный театр, горловое пение и эпическая народная музыка Корректор А.Кулакова